Продолжают эфир новости спорта в студии Дмитрий Вороновлин. Физкульт, привет! Первые после длительного перерыва международные старты, первые значимые победы. Наш земляк, паралимпиец Владислав Лекомцев на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Словении уже завоевал четыре медали и все они золотого достоинства. Своими впечатлениями от гонок Влад поделился с нами по телефону. Когда уже приехали на стадион, конечно, поперинки были очень рады меня видеть. Я тоже был очень рад и в основном все сильнейшие сборные приехали сюда. Видимо, тоже уже соскучились по соревнованиям. В каждой гонке получалась такая упорная борьба. И что на спринте, когда я, можно сказать, вырвал золото в финишном скруте. Вот, несколько долей, там, сотых секунд. Вот, что в биатлоне я тоже выиграл, там, несколько сотых. Вот, и в каждой гонке такая интересная борьба. Видимо, то, что уже те, кто включились по гонкам, все хотят бегать. Такая, конечно, уже здесь на гонках я выкладываю на все 10%. Потому что я бы хотел бы выиграть Кубок мира и в лыжном гонке в биатлоне. Кому-нибудь победу посвятил? Я посвятил 6-8 марта всем женщинам нашей планеты. Особенно, конечно, жене, родителям, маме. Посвящаюсь и победу 7-8 марта. 20 марта в Финляндии стартует второй этап Кубка мира. Теперь об игровых и тактах спорта. В Белореченске завершился 9-й тур чемпионата России высшей лиги Б. Соперниками волейболистов ИЖГТУ Динамо были игроки майкопского клуба Динамо МГТУ и хозяева площадки. На счету ижевчан в итоге три победы и одно поражение. 10 очков пополнили копилку ИЖГТУ и в турнирной таблице наш клуб на второй строчке. Впереди заключительный тур в Грозном. Играли и баскетболисты команды Купол Родники только дома. На своем паркете ижевчане принимали в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Один клуб Восток-65 из Южно-Сахалинска. И одержали победу с счетом 84-69. 10 марта очередной домашний матч. На этот раз соперником подопечных Милоша Повичевича будет клуб Иркут. Начало игры в 19.00. И еще одна хорошая новость. Сборная Удмуртии стала победителем общекомандного зачета Всероссийской зимней спартакиады инвалидов. Из Красноярска ребята привезли 20 наград. Напомним, наши спортсмены приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Поздравляем их. Теперь о лыжном спорте. В Швеции прошел легендарный 90-километровый марафон «Васа-Лопат», на старт которого вышли и наши земляки в составе команды «Русская зима». В итоге Максим Валикжанин финишировал восьмым, Дмитрий Баграшов – сорок шестым. Победителем же гонки стал норвежец Тодд Асли Йордален. Лучший из россиян Ермил Вакуев, он третий. И в продолжение темы. К всероссийскому этапу «Готовы» Ежевс принимал участников республиканских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». На лыжню вышли более 400 юных спортсменов. Цифра впечатляющая. Профессиональный смазчик, а по совместительству еще и тренер Виктор Марков начал работу за пару часов до старта. Он на этот турнир привез 20 ребят. Всем им надо было успеть приготовить лыжи. Мы обычно все уезжаем с мажги. Приезжаем сюда в 9-20, допустим. Примерно час времени для того, чтобы найти порошок или парафин нам лучше. Все в 10 часов, где-то мы 10-15 начинаем мазаться. Вот сколько уже парлыжных приготовили? Ну, я думаю, 20 примерно. А еще надо дать наставление перед гонкой. Ребята волнуются, наставники тоже. Столь крупный старт для многих юных лыжников первый в жизни и очень важный. Пионерская правда именно закладывает тот дух спортивный, который, я думаю, что должно в них сохраниться и, наверное, развиваться. А в последующем, может быть, для кого-то и станет той отправной точкой, чтобы стать теми же Степановыми, Кулаковыми и Тихоновыми. И, может быть, даже Максимом Валикжаниным. Останется в этом виде спорта уже точно юная ижевчанка Дарья Погодина. Занимается она лыжными гонками чуть больше года. Пока громких успехов у нее нет. Но характер спортивный и упертый уже есть. И кумир тоже есть. Галина Кулакова тоже вдохновляет меня. Я надеюсь, что я стану такой же, как она. У нее четыре олимпийских награды. Это очень много. Она достигла очень большого успеха. И вот я тоже хочу достигнуть такого же успеха, как она. Наставники и судьи на этом старте вспоминали и свои выступления. Говорят, были в их соревновательной практике курьезные случаи, запомнившиеся на всю жизнь. В 1970 году, будучи учеником, не помню, 3-4 класса, мы утром пришли до того, чтобы поехать в Болезино из деревни Нововолково, из нашей школы, на районное соревнование «Пионерская правда». И обнаружилось, что машина не завелась, а ехать надо было срочно. Нас поместили в лошадиные повозки, мы крылись одеялами и вперед. Вот такие были дела. «Пионерка» в этом году бьет рекорды. В Ижевск приехали более 500 юных лыжников. И география солидно расширилась. Мальчишки и девчонки представляют все 25 районов. Сильнейшие через пять дней выступят на всероссийском финале в Ижевске. Это здорово, что нам попало. Для нас это близко, удобно. У нас больше людей выступит, чем в первый раз. Первый раз не все доедут, а тут уже мы можем, если будут пускать, возможно, и вторую команду попадем. Или Личников пустят. Это для нас вообще здорово. Победителями в командном первенстве среди юношей стали кесские и мошгинские лыжники. Среди девочек – игринские спортсменки. Не пустовал и спорткомплекс «Металист». Там собрались участники чемпионата и первенства Удмуртии по самбо. 140 сильнейших спортсменов из городов и сельских районов республики разыграли награды. И путевки на первенство при Волжье, которое стартует 19 марта в Кстово. Так что форма у атлетов была отличная. По итогам турнира будет сформирована сборная Удмуртии, которая и отправится на зональный старт. Это были все новости спорта на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.